Трав, что если человек находится в царских воротах, если человек смотрит на себя и хочет посмотреть, в порядке ли он, что он не нарушил заповедь царя, с помощью этого он наносит оскорбление царю. Почему? Что значит «почему»? Почему ты оскорбляешь царя тем, что человек смотрит на то, что он в порядке, и не нарушил ли он заповедь царя? Он как бы уважает царя этим? Чем уважает? Что он хочет проверить, не нарушил ли он заповедь царя. Говорится о человеке или о царе? Человек проверяет себя. Почему тем, что он себя проверяет, он оскорбляет царя? Но у меня есть ответ такой, что он думает при этом о себе. В каком состоянии он находится по отношению к царю? И то, что он заботится о себе? Есть статья, которую мы много раз изучали, что «Приди к фараону 2», что есть два этажа, что нужно пройти первый этаж, чтобы дойти до царя. Так здесь наоборот, если человек заботится о том, чтобы он не нарушил заповедь царя, это как первый этаж, и этим он оскорбляет царя. Как бы слышится наоборот, поэтому я спрашиваю. Я не понял. В статье «Пойдём к фараону 2» человек должен изучить порядки царя, чтобы прийти к нему, чтобы не оскорбить царя. А здесь человек, если проверяет себя, не нарушает ли он заповедь царя, он оскорбляет этим царя. Это непонятно. Не, ну я сказал неправильно. Если он... Или ты неправильно сказал. Когда он оскорбляет? Чем? Если он смотрит на себя и хочет увидеть порядки, то есть не нарушает ли он ни в коем случае заповеди царя с помощью этого царя. Этим действием оскорбляется царь. Почему это оскорбляет его этим... Действием, если человек себя проверяет? Продолжаю читать, потому что он видит, что есть люди, которые не желают видеть величие царя и не хотят принять на себя господство царя и хотят и не верят в то, что правит царь. Почему, если человек проверяет себя, если правильно ли он выполняет заповеди, он как раз здесь видит важность царя и проверяет, правильно ли он относится к нему? Нет. Если он не заботится о важности и величии Творца в мире, то означает, что он вообще не в этом. Он не собирается приближаться к царю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...